Добрый день, дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале. И мы сегодня продолжаем болталочку, которую начали, я даже не помню когда, давненько. Тот, кто смотрел этот тег, который называется «Творческое знакомство», тот помнит, как давно я его снимала. Ну, месяц, наверное, точно. Так как ко мне детки приезжали, и потом мне присылали мои подписчики два тега, я вторую часть тега оставила до лучших времен. И вот сегодня наступили эти лучшие времена. Итак, следующий вопрос. Вопрос, что сделанное своими руками вы считаете лучшей работой или лучшее еще впереди? Ну, таких работ у меня несколько. Я, например, очень горжусь своей паулиной. Потом очень горжусь сверкающей листью. Сверкающие листья тоже я и же переделала. Потом весеннее настроение, скатерть красивая. Да, очень много у меня весеннее настроение и туника, и сама скатерть. У меня очень много есть тех изделий, которые я считаю, что это лучшая работа. Но, конечно же, лучше еще впереди, потому что с каждым днем все больше опыта набираешься. И другие мастерицы создают что-то красивое. И в интернете все больше и больше информации появляется. Поэтому, естественно, я не сижу на месте, не, допустим, сделала что-то одно. И сижу, вот этим, как говорится, вдохновилась и штампую, и штампую. Нет, я постоянно в поиске, поэтому я надеюсь, что лучшее еще, конечно, будет впереди. Девятое. Чего вам не хватает для творчества? Но очень хотелось бы, чтобы это появилось. Честно, даже не знаю. Я никогда не задумываясь над этим. Обычно мне это приходит во время задумки какой-то, да. И я думаю, ой, хорошо бы вот это вот у меня было. И, конечно же, за 8 лет большой прорыв, так сказать, произошел у меня. Потому что, скажем так, когда я открывала свой канал, у меня, конечно, была какая-то подушка, назову я это так. Но это был такой мизер по сравнению с тем, что имею я сейчас, да. Это же как открытие какое-то предприятие. Я обычно сравниваю свой канал с каким-то предприятием, назову я это так. И если бы я открыла и сидела на том же уровне, не развивалась, не вкладывала и так далее, то я думаю, оно бы уже зачахло, это бы предприятие. Так как у меня каждый день дневный труд, каждый день я что-то вкладываю, как говорится, корочка по зернышку. А я вот по видео, скажем так, каждый день какое-то видео выкладываю и так далее. Конечно, у меня были взлеты, были падения. И вот сейчас штиль, просто вот такой штиль, что просто, я думаю, перед Борей, но перед какой? В худшую или в лучшую сторону вот это такое затище, я не знаю. И долго оно еще продлится. Вот, и в общем, конечно же, скажем так, жизнь не стоит на месте. Какие-то новые приспособления изобретают, новые спицы. Тоже ж люди хотят заработать, что-то создают для нашего творчества. И, конечно же, я такой же человек, как и все, мне тоже хочется, чтобы у меня это было. И хомяк мой прям такой товарищ прожорливый на этот счет. Но я себя постоянно отдергиваю, что Ира, есть у тебя там то, и это появится возможность. Возьмешь, не появится, значит, ну, обойдешься без этого. Многие, он до сих пор, скажем так, как вязали на китайских спицах, так и вяжут. А сейчас китайские спицы переплюнули, скажем, даже те, которые брендовые. Потому что, ну, я не знаю, я очень довольна нынешними китайскими спицами. Если раньше они, конечно, скажем так, были одноразовые, на них можно было вязать. Но без такого удовольствия, как вот, допустим, сейчас я на спицах вяжу китайских. Я сейчас много на них вяжу. Тех, которые, нитинг, по-моему, они называются. Вот, прямо я им пела и буду петь дифирамбы. Я уже много чего связала на них. Мне они очень нравятся. Так, десятое. Было ли что-то? Да, кстати, наверное, я отнесу к этому вопросу, чего вам не хватает для творчества. Только немножко в другую сторону я отвечу. Что-то в последнее время мне постоянно пишут. Ирина, вы любите вязать лицевой гладью. Почему вы себе не купите машинку? Ну, чтобы машинное вязание у меня было. Друзья мои, я просто люблю вязать. У меня нет такой необходимости, чтобы ускорять какой-то процесс, чтобы штамповать. Я не вяжу на продажу. Ну, и даже вот сколько я не пыталась, у меня не получается продавать товар вот так, что, как вот некоторые связали и продали, да, выставили там где-то. У меня не получается. Хоть я и торгашом была когда-то, да, но вот в нынешний период вот как-то у меня где-то флюиды мои продавца спят. И никак у меня вот не получается, сколько бы я не пыталась. Вот, поэтому я вяжу для удовольствия и, скажем так, по необходимости, если что-то кому-то надо из моих близких или мне, вот я сижу и вяжу. И в том числе из-за того, что у меня, допустим, есть канал, я, в общем, то, что узнаю, то, что, какой опыт приобретаю, я им делюсь и рассказываю. Вот, в таком плане. Поэтому, честно, я не знаю, что со мной будет завтра, и никто из нас в нынешнее время, мы не знаем, да. Может быть, мне стрельнет голову, и я захочу такую машинку, да, вязальную. Но на сегодняшний период у меня даже нет мысли на этот счёт, и не было раньше. Там у меня вот на этот счёт хомячок мой молчит, и даже вообще, потому что, я ещё раз повторю, мне доставляет удовольствие, когда я сижу, вот сейчас вот я сижу, вяжу, да, с вами разговариваю, можно сказать, это слепое вязание. И точно так же я сижу, вяжу и смотрю телевизор, к примеру. Когда узор вяжется, сильно не посмотришь телевизор или там не поговоришь. И точно так же крючком, а вот лицевое вязание у меня должно быть обязательно, вот хотя бы одно, чтобы вот так расслабляюсь я, скажем так. Так, десятое. Было ли что-то необычное или запоминающее в вашем творчестве? Например, какой-то случай или изделие, может покупка, либо что-то ещё? Честно, не скажу. Чтобы так, ну, каждый случай, он, наверное, запоминающийся, потому что, если имеется в виду, прям совсем такие с какими-то курьёзами, тоже я не помню. Вот, встречи, конечно, тоже были. Вот, допустим, я встречалась с моей подписчицей, которая приезжала сюда, в город, к своей дочери. Она живёт в другом городе, далеко, а дочь у неё живёт здесь. И мы встречались с ней. Она приходила навстречу в красивой такой тунике, которую она сама связала и сшила. Там у неё совместное вязание, скажем так, кокетка круглая, павлинье перо. И шитьё к этой кокетке была пришита ткань, такая красивая, струящаяся. Как мне это всё понравилось. Я хотела тоже это воплотить в жизнь. По сей день это отпечаталось у меня в голове. И у меня даже уже рисовались образы, как это всё сделать. Но, к сожалению, я не швея ни разу, это первое. Второе так вот осталось на стадии хотения сделать это. Много раз хотела я соединить вязание и шитьё. Но и машинка у меня есть, причём хорошая машинка. Но вот как-то никак не сдвинулось это с мёртвой точки. Тоже, скажем, можно отнести покупку моего манекена. Потому что тоже такая нестандартная ситуация была, что я пошла за какими-то мелочами в магазин рукодельный. Я тогда на пятом пяти ещё жила. И то ли я пошла за спицами или за крючком, то ли за пряжей, то ли ещё за чем-то. И это было перед 8 марта. И у них была большая скидка на этот манекен, который у меня сейчас. И я тогда с таким трудом его купила. У меня до сих пор неприятный осадок от того, что у меня с ним произошло. Я его озвучивать не буду. Это, как говорится, история об этом умалчивает. Но вот он мне запомнился. И он хоть и до сих пор верой и правдой мне служит, но была немножко небольшая неприятность. Поплакать мне пришлось из-за него. Ну, ничего. Хорошо, что всё заканчивается. Вот. Так. Одиннадцатое. Пишите ваш идеальный творческий день. Какой он? Это когда у меня все дела сделаны. Когда мне не нужно снимать видео. У меня иногда такое бывает, когда я там 2-3 видео снимаю. бывает такое, что у меня прёт. И я там могу, допустим, тэк снять. Могу там себя снять. Обычно у меня так и бывает, что, допустим, какие-то изделия я снимаю на себе. И после этого снимаю тэк и ещё что-то снимаю. Для того, чтобы было в запасике. И тогда я могу спокойно сесть, повязать. И, ну, если, конечно, нет каких-то домашних дел. Вот сегодня я опять до обеда была занята домашними делами. Растеялась, думала, что на часок. А сама в связи с моим здоровьем не могла быстрее. Поэтому у меня сегодня опять получился невизуальный день. Вот. И какой-нибудь сериальчик включить. Суперский, чтобы он был интересный. И взять какой-нибудь проект такой, который доставляет удовольствие. И спокойненько сидеть, вязать. И вот тогда это мой идеальный творческий день. Конечно же, я делаю перерывы. Там стою по полчасика. Иногда больше там разминочку какую-нибудь делаю. Опять же, какими-нибудь домашними делами занимаюсь. Но вот когда я выхожу в город на прогулку или ещё куда-то, у меня полдня теряется. Потому что с утра, кажется, берёшься. Потом пока сходишь. Потом придёшь, пока отдохнёшь. И вот и всё. И там мало чего. Там уже снимать что-то надо. Потом выставлять. И получается, что на вязании остаётся мало времени. Некоторым, может быть, покажется, что так легко и просто там снимать, выставлять. Знаете, если бы просто болталочки только снимал без вязания, может быть, и было легко и просто. И если не выставляешь каждый день. Ну а, допустим, если ты выставляешь каждый день видео, и надо человека заинтересовать, чтобы он захотел вернуться к тебе ещё и на завтра, и на послезавтра, это очень тяжело сделать. И, конечно же, это уже не идеальный творческий день. Это однозначно. Двенадцатое. Какие качества появляются у человека, который занимается каким-либо видом творчества? Или это никак не влияет на человека? Ну, я думаю, что, прежде всего, усидчивость развивается. Это самое основное. Второе, это... Так, что-то у меня... Я тут глянула в окошко. Какая-то птица интересная села мне на системный блок. Она посидела, немножко улетела. И я отвлеклась. Ещё раз. Так, какие качества появляются у человека, который занимается каким-либо творчеством? Ну, я... Лично у меня это усидчивость появилась. Потому что я не могу говорить за других. Могу только говорить за себя, да? Удвоенная работоспособность. Потому что, вот, представляете, вот я утром встаю, во сколько бы я ни встала. В 4 часа, в 5, 6, 7. Встаю я чаще всего рано, да? И вот как только глаза открыла, и сразу начинаю что-то делать. И я вот мне... Ой, что вы в каждом видео говорите о том, что вы рано встали? Многие люди встают рано. Да я к тому, что я рано встаю, и сколько я делаю. Ну, потому что у меня вот работоспособность, она у меня с утра. Вот как я проснулась, и, как говорится, со свежими силами, или я не знаю, вот некоторые, наоборот, просыпаются, они пока раскачаются, придут там с себя, кофе, чай не попьют, они не живые. А у меня нет. Я вот быстренько соскочила с постели, и всё, и пошла. И час-два вот я могу прямо хорошо что-нибудь поделать, а потом уже всё, у меня начинается спад. И спад особенно начинается после того, как я позавтракаю и выпью таблетки. Всё-таки таблетки, они, наверное, дают своё такое состояние, что я уже неоднократно замечала, что после того, как я позавтракаю, выпью таблетки, и через какое-то время всё, у меня нет сил, стимул падает что-то делать и как-то, и я начинаю всё делать через силу. Поэтому я стараюсь с утра оттянуть это время, чтобы что-то такое поделать, если у меня такое что-то серьёзное. Если по мелочам, то тут проблем-то нет. А так получается, что я и сегодня, и вчера, ещё, видимо, вот эта буря, ну просто я как робот хожу, ноги переставляя, зная о том только, что никто за меня ничего не сделает, и мне нужно это всё попеределать. Поэтому вот заставляю себя посидела, и всё, конечно, это не в удовольствие, а когда в удовольствие делаешь, я иногда люблю вот наводить порядки, убирать там, гладить, и так далее, и так далее. Но это вот всё нужно делать под настроение, тогда у меня это спорится. А когда это делается, потому что надо, конечно, это скрипя всё делается. Вот. И, в общем, не знаю. Наверное, я ответила на этот вопрос. Тринадцатое. Как вы думаете, что общего у людей, которые занимаются разными видами творчества? Ой, такие вопросы, которые вот моя голова сейчас на них не отвечает, потому что нужно шевелить, задумываться, задумываться. Что общего? Ну, скорее всего, что вот хомяк у всех присутствует, потому что, допустим, неважно, каким видом творчества мы занимаемся, да, мы хомячим. Если мы вяжем, мы покупаем пряжи спицы. Если вышиваем, покупаем картины, там, бисеры, прочее, прочее, да. Если кто-то там, допустим, творчество такое, что плетёт корзинки там и прочее, прочее, они свой материал закупают. И очень мало тех людей, у которых есть минимализм, да, которые, я знаю, что есть такие люди, даже в вязании, которые вот под проект, под определённые купели, и всё. И у них лишних моточков и всего прочего ничего нет. Ну, мне тоже так не хочется жить, потому что я испытываю особое удовольствие, когда я, допустим, открываю свой шкафчик, вижу, что у меня есть пряжа, и, допустим, я что-то задумала связать, и я могу подобрать под этот проект пряжу. Она у меня уже есть, мне не надо заморачиваться. Конечно, сейчас вот проще. Валберис, там, Азон открыл, выписал, и тебе там через два дня всё это доставили. Но раньше было, что пока ты выпишешь, пока тебе это всё придёт, ты уже перегораешь. и у тебя уже и другая идея посетила. Вот так вот я не могу. Вот. Так что я думаю, что прежде всего, что это хомяк, во-вторых, азарт. Допустим, все, я думаю, увлекаются. Если родилась какая-то идея, то вот внутри такое рождается чувство, что надо вот, ага, я сейчас это свяжу, или я это сделаю. И прям стимул какой-то внутри появляется такой, который толкает тебя. Я вот помню, когда я начинала, ну, уже, там, скажем, после определённого периода, я раньше же вязала, потом большой перерыв у меня был. Ой, я помню, что мне так хотелось вязать, что я даже жертвовала сном и многим чем жертвовала для того, чтобы повязать. Вот. И я думаю, что когда человек вот такой влечённый, он каждую минутку тратит на то, чтобы заняться вот своим любимым творчеством, неважно, какое оно. Ну, я думаю, достаточно, сколько я там ответила. так, четырнадцатая, сколько удаётся времени уделять хобби, а сколько хотелось бы. Ну, я уделяю всё свободное время, потому что у меня нет ни мужа, дети, вот, когда приезжали, я, конечно же, там, уделяла им время, но это вот раз в год они приезжают на такое большое время, а так в основном они ненадолго, вот, они ещё в июле, или даже в августе приедут, ну, там буквально на день-два они будут проездом с моря. День, наверное, у меня побудут и день у тех родителей. Вот. И всё. И, как бы, больше, собственно, они и не появляются, потому что работает Саша, и Максик ходит в детский сад, и Юля тоже занята, так что мне никто не мешает, кроме, вот сейчас, скажем, моего здоровья, и там иной раз нежелание, потому что иной раз вот просто руки не тянутся. Редко бывает такое у меня, но бывают такие моменты, что не хочется. Это очень-очень редко бывает, но бывает. Пятнадцатое. Как проходит ваш творческий пояс и в чём он заключается? Ну, я, как бы, неоднократно показывала на своём канале. Я через поисковую строку, что меня интересует, забиваю в поисковик и начинается. И, допустим, начала искать одно, переключилась на другое, потом на третье очень много. Я показывала тоже, сколько у меня всяких разных папочек. Интересные узоры, интересные схемы, модели интересные. Я всё это складываю, потом через время фильтрую, что-то отсортировываю, удаляю, уже понимая, что мне уже неинтересно, а что-то добавляю, наоборот. Вот таким образом и всё это происходит. допустим, если я там круглую кокетку недавно искала, я, наверное, посвятила дня два тому, что я зависала очень много. И по часу, и по два, наверное, висела, скажем, на этих всех раверли и прочих сайтах ища красивую кокетку такую, чтобы она была простая, красивая. Вот, также французскую косточку, также и прочие изделия, которые я вяжу, где я могла увидеть. Конечно же, на сайтах на разных через поисковик вбиваю и всё это нахожу. Ну, иногда чьи-то мастер-классы смотрю, но, скажем так, меня больше техника интересует, чем само изделие, потому что повторяться я не хочу. А, допустим, взять какой-то приём или способ вязания, то почему бы и нет. Вот, я, например, если где-то у кого-то что-то подсматриваю, я постоянно озвучиваю это. Если я это взяла самостоятельно, то зачем я буду говорить, что я где-то увидела. Это вот, скажем так, когда я сверкающие листья свои или паулину, я не помню, когда что-то я начала вязать, мне начали говорить, вот, там, вы слезались, мастер-класс такой-то, такой-то, но люди, наверное, вот не понимают, что даже если мастер-класс какой-то бы я увидела, я всё равно его бы переделала на свой лад, но, а схемы, почему люди не допускают, что в одно и то же время мы можем вдвоём найти одну и ту же схему и начать вязать, она на свой размер, а я на свой размер, мне вот это вот удивительно, почему нет, почему ей пришла в голову такая мысль, а мне не может прийти такая мысль, вот, не знаю, никогда не приписывала чужое себе никогда, а если я же говорю, что-то у кого-то беру, я всегда это озвучиваю, так что вот такие дела, в общем, это был последний вопрос, я надеюсь, что сегодня я вам не надоела, и я и сама не могу сегодня долго набалтывать, потому что болит голова, и самочувствие у меня такое не очень, я же говорю, что скорее всего, что немножко я подпростыла, потому что у меня какое-то пограничное такое состояние, я не хочу сильнее разболеться, пускай бы оно побыстрее прошло, вот это состояние, и вернулось все напряжнее русло, потому что я сегодняшнюю ночь практически не спала опять, вот, ну, это, скажем, мелочи жизни, я желаю всем добра, хорошего настроения, легких петелек, если вы вязали, чтобы творческие вдохновения все чаще и чаще вас посещали, если вы творческий человек, и здоровья вам и вашим ручкам, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, до новых встреч, до новых видео, с вами была Ирина. с вами был Ирина. С вами был Ирина.